Морским млекопитающим не хватает ветеринаров. В России в рамках указа президента о создании центров реабилитации диких животных планируют усилить штат ветеринаров, специализирующихся на работе с морскими млекопитающими. В России в рамках указа президента о создании центров реабилитации диких животных планируют усилить штат ветеринаров, специализирующихся на работе с морскими млекопитающими. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова во время посещения Центра спасения дельфинов в Сириусе отметила, что в стране не хватает специалистов, умеющих выхаживать травмированных млекопитающих. Накануне стало известно о гибели шести дельфинов, имеющих следы насильственной смерти в виде порезов. Росприроднадзор осуществляет контроль за краснокнижными животными в ведомстве. Считают, что ощущается нехватка ветеринаров и центров, на базе которых эти специалисты могли бы помогать диким животным. В ведомстве планируют создать базу центров, специализирующихся на помощи диким животным, для оказания комплексной поддержки источник РИА Новости. Ранее охотники сообщали, что пять погибших дельфинов обнаружили на побережье Черного моря в Абхазии, туда же приливом выбросило трупы водоплавающих птиц чомга. Вышедший из берлоги медведь отправился к берегу моря. Первого отошедшего от осна медведя удалось снять сотрудником Кранотского государственного заповедника на Камчатке. Мишку заметили недалеко от кордона Прибрежный. Еще вялый после, лёжкий хищник отправился к берегу Охотского моря, ведь здесь всегда есть останки павших животных. По словам сотрудника заповедника, медведю удалось найти тело падшего еще осенью старого коня из числа обитающих здесь одичавших лошадей. Вполне удачная находка для медведя, дала ему возможность свосполнить силы. Массовый выход медведей из берлог начнется в апреле, первыми просыпаются крупные самцы, которым уже нужна еда, рассказали на сайте заповедника. А в Мурманской области следы вышедшего из берлоги медведя обнаружили еще раньше, косолапый прошел вдоль экотропы вблизи деревни Умба. В Дальневосточном морском заповеднике посчитали детенышей тюленя. Очередной мониторинг количества ларги в Дальневосточном морском заповеднике показал прирост. Очередной мониторинг количества ларги в Дальневосточном морском заповеднике показал прирост. В этом году прибавление составило 1239 малышей ларги. Заповедная территория находится на безлюдном архипелаге Римского-Корсакова. Здесь благоприятная среда для взросления потомства тюленей. Отсюда подросшие ларги отправляются в самостоятельное плавание. Новорожденные тюлени одеты в белый пушистый мех. Через несколько месяцев окрас становится характерным для этого вида – пятнистым. О завершении мониторинга сообщили в дирекции заповедников «Земля леопарда». Взрослые особи ларги встречаются повсеместно на обширной территории от Приморья до Чукотки, заплывают во Владивосток, залив Петра Великого, остров Русский, Курильские острова. Ранее охотники сообщали о спасении молодого тюленя в Приморском крае. Северное сияние окрасило небо над Ленобластью. Жители региона запечатлели северное сияние сразу в нескольких районах. В ночь на 24 марта уникальное явление заметили в поселке Лебяжьем. Свечение, окрашенное в оттенке всего цветового спектра, заметили и жители Волховского с района. На берегу Финского залива всего в часе езды от Санкт-Петербурга наблюдали красное бархатное свечение с зелеными и оранжевыми всполохами, северного сияния, прорывающегося сквозь тучи. Кадрами природного явления потрясающей красоты поделились подписчики телеграм-канала Астрофотоболота. Атмосферное. Ранее охотники рассказали, что в Ленобласти находят поваленные стволы деревьев, это все, что остается от деятельности бобров. В Архангельской области разработают вопросы для охот-минимума. С 1 сентября 2025 года на территории регионов России вводятся новые правила при получении охотничьего билета. Впервые с 1 сентября 2025 года на территории регионов России вводятся новые правила при получении охотничьего билета впервые. Как сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области, для получающих охотничий билет органы исполнительной власти разработают перечень вопросов. С вопросами можно будет ознакомиться на сайте Минприроды региона, они охватят темы биологии животных, правил безопасности, обращения с оружием, оказания первой помощи, ориентирования на местности. Сдача охотничьего минимума заменит существующую процедуру формального знакомства с правилами охоты. Новшества направлены на повышение уровня безопасности при ведении охоты, прокомментировал глава регионального Минприроды Игорь Мусаев, сообщил ТАСС. Ранее охотники сообщали, что в Смариэл с 1 января 2025 года охотничий билет можно будет получить с 16 лет. Косуля не выжила после нападения стаи собак в Уфе. 23 марта в Демском районе на территории СНТ собаки напали на косулю, 23 марта в Демском районе на территории СНТ собаки напали на косулю. Животные нашли с множественными ранами и передали на лечение в Центр реабилитации ПИН и ПУФ. По словам директора Центра, животное отловили совместно с охотинспекторами, косуля потеряла много крови и была крайне ослаблена. Все эти дни за ее жизнь боролись, сегодня стало известно о гибели животного, сообщил МК в Башкортостане. Ранее охотники сообщали, что в этом же районе в то же время другая косуля погибла от наезда автомобиля. Редактор субтитров А.Семкин